с мы вместе с рукам он сейчас на обложке и его отрядом который тоже на обложке его дочь и их их товарищ по оружию великан варла игвар добрались таки до вроде бы безопасного места прошли через пустошь мы еще словили там очень голодали много потерялись бойцов пути но ситуация движется стабильно от плохого к худшему и эта ситуация постепенно постепенно ухудшается мы вроде как выиграли немного времени в прошлый раз разрушив мост стратегически важный между которой отделяю две стороны ущелья на одной стороне остались наши главные соперники на данный момент это драги на другой варлы и люди но нам за это спасибо не сказали потому что мост считался чуть ли не святым и очень важным для ёрмана царя варлов и нас изгнали из города варлов да и мы сами на самом деле хотели уходить уже потому что наша цель теперь дойти до еще одной точки и привести туда местного мага ткача как имя которого я забыл ну и вот в дороге нас застает 6 глава безнадёга спрашивает не именно в боях так чтобы посидеть подумать поиграть подумать они пошаговые я бы не сказал что это сверх глубокие какие-то сражения в которых нужно прямо думать 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 и тут нет такой большой вариативности как в x-ком например и такого пантеона врагов нету и такого богатого рельефа нету тут скорее все таки ближе наверное героем чем героем 4 способности только без за книги магии вот как еще можно это описать я бы не сказал что тут совсем все просто нет тут не просто все но и прямо глубокой глубокой тактики нет но за ошибки тебя тебя покарают но я думаю если мы доберемся до какого-то боя то я покажу на ходу до вас доносятся слова песни которую поет мать убагу убаюкивающие и плавное пение повествует о вашем путешествии когда она заканчивает мужчина начинает свою историю в стихах женщина быстро отвечает другим стихотворением и весь караван замедляет ход чтобы послушать увлекательное соревнование присоединиться к толпе и поддержать соперников вот кстати одна из форматов которые нас встречает игра присоединиться к толпе и поддержать соперников мы должны оставаться бдительными игнорировать состязание в поэзии следить затем затем не покажется ли опасность выступить собственным куплетом но вроде как драги нам тут не должны угрожать но если будут какие-то люди то мы их мы их примем так же давайте лучше посоревнулись в этом импровизированном батле караван ошеломлен когда вы включаете соревнования собственным стихом вы имитируете обоих участников добавлять собственные штрихи к их историям вы завершаете чтение шуткой в собственный адрес и крестьяне бешено аплодирует вам настроение улучшилось настроение влияет на показатели наших героев в бою так что за ним лучше следить а вот с едой проблемы у нас всего на один день остается провизии это грустненько когда вы уже засыпаете вас будет крики пожар пламя быстро пожирает повозку с провизией несколько палаток женщина кричит мой мальчик указывая на горячую палатку около которой стоят варлы двое великанки подвижно смотрим на распространяющийся огонь в их глазах ужас варлы очень боятся огня организовать крестьян тушить пожар кинца так организовать крестьян тушить вы отворачиваясь от огаменевших варлов и спешить помогать людям окунать одеяло в бочки с водой чтобы тушить пожар когда пожар локализуется он удается вытащить кашляющего мальчика пристыжные варлы отходят подальше от лагеря крестьяне подсчитывают потери провианта блин чё совсем с едой плохо что это была за чертовщина бормочите вы сами себе это огонь отвечает вам одлейф я слышала об этом раньше они его не переносят это не меняет того что случилось думаю эти вы ну да варлы они прям вот панически боятся огня хотя казалось бы они же должны как-то греться вы замечаете крупные силуэты идущие судя по направлению из эйнар тофта подлайф пристально глядывается и говорит у них повозка я ее слышу вы притормажете чтобы получше их сам рассмотреть и видите небольшой караван варлов какое-то через какое-то время они догоняют вас так здравствуй ивер давненько мы не говорили правда я знаю тебя убин никогда не думал что именно ты будешь перечить волей короля что заставило тебя уехать кто-то должен был что ты имеешь ввиду громоглаз идет сюда уже как это возможно это если что супер босс такой ясный громоглаз мы встретили группу варлов из змей клыка шедших в обход эйнар тофта длинной дороги они говорят что громоглаз и его армия гнались за ними по летнем пути мимо змей клыка ничего не понимаю громоглаз был на мосту должно быть он поспешил убраться когда появился змей пока мы дрались на мосту он повел половину своих сил в обход чтобы выйти к эйнар тофту сзади атака на мосту была отвлекающим маневром не слушайтесь тех кто веряет что драги глупы эйнар тофт пойдет в течение дня блин а мы сломали мост им же некуда отступать будет хотя там половина с половину на половину с каждой стороны может быть и нет он следует за вами я подумал что кто-то из вас должен знать почему вы обмениваетесь нервными взглядами но никто не нарушает молчание кому он чувак ты должен знать что происходит музыка кстати не слишком громко скажите пожалуйста вроде бы вроде бы нет а вроде бы и да должно быть это из-за меня говорит и вер я чего-то не знаю у него с тобой личный счет и раз он идет за тобой и вер это неважно наш единственный шанс добраться до стигархольма и но она скажет нам что делать спасибо сэндвич привет мы присоединимся к вам я привез вам провизию и воинов а мой друг гунульф свой тяжелый меч я думаю он будет рад им помахать о о очень вовремя прям вот еще на 7 дней на 6 но все равно еда есть нам на карте если мы посмотрим в начале главы мы вышли страну здесь долгие загрузки между этими вещами мы вышли из эйнар тофта громоглас идет по летнем пути то есть вот по этой дороге а мы сейчас вот тут и теперь получается а нам нужно в сигархольм рвануть ну вот-вот-вот мы вот середине пути нам должно хватить еды значит это уже хорошая новость но кстати еще и славы отсыпало может даже кого-нибудь прокачаем скоро когда на харадрим нападем мне кстати интересно будут ли тут летние локации но не думаю что до харадрима дойдем караван остановился на развилке дорог дорога ведущая в сигархольм уходит в холмы усеянные знакомыми черными силуэтами и там тоже драги может сэн эйвент летний путь ведет напрямую в сигархольм а путь по главной дороге на несколько дней дольше они теперь они теперь со всех сторон отвечает кубин лучше нам пойти в обход мимо хаукс торпа отправить разведчику узнать насколько опасен летний путь прорываться вперед сквозь орды драгов пройти в обход через хаукс троп ну-ка чё там учел знаем вы отправляете двух разведчиков возвращается только один скажу прямо говорит он этим путем нам не пройти такое ощущение что они прямо из камня лезут блин я не самый умный руководить хотя блин ну не интересно можно с одной стороны мне просто как игроку интересно а можно ли запороть трай ну то есть вообще проиграть игру с другой мне интересно с точки зрения логики было бы логичнее обойти но так как у нас по идее время поджимает давайте попробуем пробиваться с боем наберитесь мужества говорите вы своим бойцам мы уже умеем побежать драгов и мы не успокоимся пока не дойдем до стигра хольма караван поворачивает сторону летнего пяти где вы немедленно сталкиваетесь с врагом так вы быстро подсчитываете врагов 122 на 55 варлов 78 бойцов так будем удерживать вы подумайте о комить поле боя стеной щитов дабы выиграть время отступающим и слабым и раненым это риск ваши воины могут спасти много жизней но и примут из-за основной удар так давайте другой подход боевое построение не давайте просто в атаку я немножко не уверены сегодня атаку вы собирает своих союзников и приказывайте готовиться к атаке так блин а чё это ранение еще не кончились странно ладно у нас по крайней мере есть снова ивер сколько он просит 15 да давайте прокачиваем его да вообще ужас это все наш колдун так мы можем нет в принципе я думаю она и так достаточно а что нам дает уровень только прокачка предмета по факту давайте лучше гуныльфа он вроде неплохо себя проявлял так волю ему нужно хотя бы одну и броню чуть-чуть хотя бы так что у нас тут есть что это нам дает это искусственно сделанный пояс обнаружено телеварла найдено замерзшим пара прб что значит прб интересно атаки не отражаются 10 процентов вероятность нанесения критического урона давайте вот так сделаем это что не давайте вот так вот а это пока что получается ничего у нас слишком много лучников я смотрю не круто трое варлов пойдет в бой и трое лучников ну как есть готовы к бою разбитый щит бонус к снятию защиты как вы разбитый щит а про механику в общем давайте кратко про механику для сэндвича специально у нас есть ой-ой-ой у нас четверть 4 очка доступно чуть так много в общем щит это броня наша красная это одновременно и здоровье и сила атаки сила воли это очки их конечное число на бой дается за каждое очко сила воли мы можем либо применить умение либо добавить дополнительный урон к собственной атаке либо добавить дополнительный point к перемещению вот такие дела разбитый щит это сколько мы если мы бьем по броне это сколько мы брони снимаем сопернику вот ну и блин давай еще вот сюда одно и вот так вот да давайте вот так поступим у всех там все в порядке с поинтами да хоть могли его прокачать не знаю был ли смысл конечно все таки коротко вот так этого парня мы будем да нет не ну давайте попробуем его использовать забыл рассказать про зеленую цель цепь так зеленая цепь это количество ок это количество очков в воле которое мы можем использовать так не вы плохо стоите они так разбредутся все вот так вот я думаю вот блин хоть и одна руки но ща походу разваливать будет так крумор крумор не дойдет да крумор совсем не дойдет вот тогда мы его двигаем сюда это вот так блин подставили сильно на самом деле воена нашего подходим и делаем ловушку если сюда наступит соперник вот 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 отлично он получает урон и теряет ход давайте починим броню это кстати классный баф и он нам очень сейчас помогает так мы можем снимать броню лучник этот очень хорошо для этого приспособлен что блин это такое что ты такое чувак убьет сейчас парни по ходу так по кому удар так понятно добиваем ксана привет ворвались все горячо приветствуют так ты ты не одна привет ксана одна тут отдыхаешь часто сюда заходишь знаешь вот эти типичные фразочки так давай попробуем вот так вот сделать и ой хорошечно залетела надо вот этого парня добивать мы используем специальную пометить как жертву и просто в 3 лица разваливаем гиганта и есть еще одна идея берем и бэнг минус 3 брони приятненько ну давайте подойдем к этим молодым людям и бам сюда дадим они становятся все слабее соответственно урон у них тоже все меньше вот эти вот двое остаются только очень сильными ой как хорошо они сейчас встали я только сейчас это понял вот у меня тут не очень хорошо все все встали ладно да такой отдых сплошной труд стримы твои смотреть да вообще ужас то есть ты хочешь сказать что а я понял то есть для тебя это это труд смотреть мои стримы я понял все ничего не говори больше раним блин грустненько а кто дальше ходить будет я думаю я свалю вот сюда не достаю что ли блин блин я не достаю слишком хорошо свалил тогда конец хода чушь там и все равно он достал гад так 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 и 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 Отлично, вернулись от мина Ой, а ты что сильнее, что ли, парень? А, да, смотри-ка Я что, я про тебя уже совсем забыл, дружу Нехорошо прятаться за спинами, товарищи Ой-ой-ой Так, ну давай Вот поэтому ударим Ноль брони И ты убиваешь меня, не? Ладно, не убиваешь Это приятно А вот я тебя убиваю Все, давай, пока Как ни странно, но они берегут нашего Или не берегут Да фиг их знает Знают только, что этого мы снимаем И этого тоже добьем сейчас Все, ура Улучшать минус, чтобы оглядеть поле битвы Вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы быстро выйти из боя Отлично, все Отойти прежде, чем они перегруппироваться Драги обходят вас по широкой дуге и разбегаются Давай пока узнаем Русеф Это уже привычка, выработанная годами Так, Натали ДР празднует О, блин, надо поздравить У меня у друг сегодня тоже ДР Его поздравил, а про Натали похоже, что-то забыл Так На полставки тут Ну да, подрабатываешь Накручиваешь просмотры там Таким образом Ну что, вроде как отмахались Даже можем кого-то прокачать Так Неважно, сколько врагов вы убиваете За каждым поворотом вас всегда ждут новые Это безрассудство Говорит Ивер, стряхивая с топора темную кровь Я не трус, но нам стоит повернуть Назад Опять Мы уже так далеко Мои всем комьюнити микрофон подарили Видно, что пряни что-то не чекает Ну блин, у меня Чатов 20 И это только по работе Поэтому не, я не люблю сидеть в чатах Я это сразу говорил Так, вы готовитесь к еще одному нападению Драги не доставляют себя долго ждать Так, ну опять же Все примерно то же самое Боевое построение Ну-ка Он начинает собирать свои силы И следующая атака Вот хочется мне повоевать Хочешь, что делаете? А повоевать хочется Эх, раненый Так, кого я могу Бахнуть Бафнуть Ну давайте Ну давайте на 15 славы Мы бахнем ее Она уже неплохо так прокачалась Так, так Так И Вот так вот сделаем Врейн и грин Мы тебя все равно любим Ну блин Я честно говорю Просто-напросто Что Я чат расшеев не всегда чекаю А это тоже Кое о чем-то говорит Так, ну что Похожая очень Диспозиция у нас Похожую схему Используем И в расстановке Так 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 Нормально? Я думаю Пойдет Кто там первый ходит? Первый Вот этот ходит Дальше вот этот Понятно Тогда мы ходим Вот сюда И снимаем часть брони Ой, хорошечно Как залетело По броне И еще раз По броне Уже остальным Да-да Блин Я забыл ее передвинуть Какого черта? Этого Быть Не должно Ладно Это совсем не круто Грин заметил лучницу Ах Побейте еще Паша Да блин Не побьют А вот и не побьют Вот этот Правда Чел Совсем Дохлый Понимаете Понимаете Я боюсь Что я Сейчас Цепной молнии Вот этого Чела Добью Так что Пока что Давайте просто Ремонт Прожмем Да Дядя Дядя Сделаю Вот так И Ох Хорошечно Так И мы Всех Бьем Не Зашибись Я критический удар Словил По моему От ловушки Ну это Это нормально Вот это Не очень приятно Но тоже Вполне терпимо А вот это Совсем Неприятно Но Смотрите Что я делаю Сейчас Я делаю Вот такой Вот бум И Мы должны Сейчас Очень Красиво Вот Что я хотел Сделать По моему Вышло Красиво Так Ну этот Ладно Этот Дохлый А вот Поэтому Можно И бахнуть Так 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 Понятно Понятно Есть Ксаны Тут Модор Ну да Чё б Нет Могу Можешь себе позволить Между прочим Давай Пока Бьют 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 По нашему Парню Конечно Нашивают Ладно 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 Мы тоже Добиваем А Понятно Не доходим И И добиваем И добиваем Успех Улучшить минутку Чтобы оглядеть Поле боя И Что мы видим Я боюсь Я облажался Так Я сейчас Прям Конкретно Налажал Минус 20 Охренеть Двое Каких-то Мутантов Просто На вас Прет И Походу Это единственное Что меня может Спасти Фух И даже Кританули Бахаем Ладно Поэтому Ладно Пока что Пока что Ты еще жив Это главное Так На пятерку Да Либо я могу Бахнуть Тараном Его Подальше Да Скорее всего Лучше Бахнуть Тараном Блин Фигово Очень фигово Очень фигово Очень фигово Я Думал Что у него есть У нее есть еще Сила воли А у нее И ее И нет Так И Ну Хоть так Минус Четыре Четыре Все Все С Ну, давай Нет, живи Черт Без нее практически все, на самом деле Ну-ка, бахнем Чего? До этого не бахнули? Ой, я налажал Ой, пожадничал Который раз, кстати, уже Сейчас у нас останутся два чела С безумной броней Точнее, с отсутствующей Абсолютно броней И Абсолютно безумным дамагом Кто там ближайший бьет? Вот этот бьет ближайший, да? Да, это гг Этот чел начинает призывание Хилок нету Жалко Да, это полное гг Это я дурак уже Надо было зафокусить хотя бы одного этого синего Я поторопился Ну ладно Тык Кусь Давай на мамонта В атаку Бэнк О, еще один, видите, появился Призвали Ой, пусть моя тема О, мы что-то о тебе не знаем, Ксана Но Потери большие мы понесли В бою Второй заход точно не надо было делать Так Несмотря на все ваши старания Бессильные воины Десятками гигнут вокруг вас Вы беспокойство смотрите, как булава брушится на голову Хогуна Его брат Могун кричит и бросается к нему на помощь И вам приходится оттаскивать его Однако он тоже гибнет Услышав новости, жена Хогуна Рыдает, прижимая к себе детей Мы потеряли Хогуна и Могун Удается бежать, прежде чем ситуация станет еще хуже Так Как не знаем, я же леди Двойка по ксановиденью Ну Ксан, Ксан Ванна, ну я же учил Я честно учил Крики матери озносятся по каравану Ее дочь лежит мертвой в палатке Мы все знаем, кто это сделал Кричит она в упор, глядя на женщину, с которой у нее была ссора Убийство из-за замужества? В такое время? Нужно что-то делать Обвиняемая женщина молчит Расследует смерть Лекарь помогает вам осмотреть труп девушки Старая инфекция, говорит лекарь Нет колющих ран, нет следов удушения или отравления Она умерла от болезни Вы сообщаете новости каравана Мать признает, что знала, что ее дочь больна И все продолжают путь Господи, фух Хоть одной проблемы меньше Так, по-моему это лагерь Ура! Лагерь! Возможно тут что-то будет Вы входите в городок Рудокопов Они расспрашивают вас о новостях землетрясения и грядущем нашествии драгов Вы видите, среди них много стариков и детей И понимаете, что взяв их с собой, вы только прибавите лишних ртов Не брать никого в караван Слова застегают, застревают вас во рту, когда вы говорите горожанам, что больше никого не можете приметь в караван Они выглядят различные ровными, но относятся с пониманием Продержишься как-нибудь, говорят они Ах, могли бы Что-то я злой стал Так Ты не особо разговорчив, да? Вы подходите к огромному варлу в зеленой одежде, который тихо сидит, поедая хлеб Итак Не часто встречаю воина, который может одним ударом разрубить драга Я рук Что? Что ты хочешь знать? Убин просит меня разрубить драга напополам Я разрубаю Давно путешествуешь с Убином? Да, давно Когда я был молод, я сражался за другого варла Не сложилось Но я научился махать мечом Убин хорошо платит, с ним всегда можно кого-нибудь убить Честно говоря, сейчас их, пожалуй, стало слишком много Тебе нравится этот меч, да? Ты с ним спишь, небось, даже Нет Я люблю этот меч Фу, блин Он же острый Так Его мне дал Его мне дал сам старый скраймер Хоть не Скайрим Когда я начал работать на Убина Он сказал, что защищая золото короля Я защищаю короля На лице Гундульфа выражается что-то среднее между болью и разочарованием Но я не смог спасти его Он делает жест, изображая предмет падает с большой высоты и взрывается Да, мы потеряли огромное количество зоито Раньше это значило очень многое Но, думаю, сейчас уже ничего не значит Все равно Скаймир мертв Вы думаете, что ответить Ладно Приятного аппетита Хочешь быть другом Гундульфа Рук? Он бросает последний ломать хлеба в рот Держи его в повозках Держи еду в повозках Ой, извините Так, окей С ним поговорили Блин, опять мы слили чуваков Двух Еще минус два Е-мое Парад инвалидов Не иначе В общем, мы уже четырех героев потеряли Просто сливаем их в каком-то неописуемом количестве Маркет Во, рынок, кстати говоря Неплохо так мы можем тут затариться Посмотрите-ка на это Давайте на все Просто на все Сотый день отмечаем И уходим У нас хорошее настроение Будет много силы воли в сражениях Смотрите Кричит один из людей Караван останавливается И вы видите, как драги входят в деревушку Через которую вы только что прошли Надеюсь, те, кто остался, успели убежать Говорит Олетта Но вы сомневаетесь в этом Идут Говорит Ивер Указывая на шеренгу драгов Выходящих из деревни И марширующих в вашу сторону Внезапно вы видите, как впереди идущий драг падает А потом падает следующий За ним слева И слева от вас слышится звук спускаемой тетивы Нит Обучавшаяся стрелять у Одлейф Вы помните ее по подстрельному кролику Выпускает стрелу за стрелой в сторону наступающих целей Еще один драг падает Это невероятно Говорит Одлейф, чурясь Но нам нужно уходить отсюда Подожди, путь подстрелит еще парочку Вот права пошли Пойдем Пойдем с нами, когда в следующий раз захочешь пострелять Говорите вы, улыбающийся Нит Который кивает Ее, у нас плюс один герой Жду не дождусь, когда мы его похороним У меня такое чувство, что на самом деле мы все героев могли бы спасти Которых мы потеряли Но Но я это я Снегопад появляется словно из ниоткуда И быстро становится все сильнее Пока вы не перестаете видеть идущего перед вами Вы приказываете сделать остановку Но воющие Воюющие ветры Ветры заглушают вас Проходит день, прежде чем метель утихает И люди начинают выбираться из-под сугробов Вы быстро понимаете, что не все на своих местах Беглый осмотр мест не позволяет найти всех пропавших людей Попросить добровольцев смотреть местности Так, начать тщательно Но он же герой Так, развести костер и ждать возвращение пропавших Двигаться дальше, помолившись за пропавших Надо поискать Множество добровольцев входит из строя Вы отправляете их во все стороны Наказав вернуться через определенное время Различники возвращаются снова с пустыми руками Родственники пропавших дать больше времени Ну-ка подождем Собирайте все, что говорит Кричите вы всем Мы будем ждать, пока потерявшиеся не найдут наш маяк К сожалению, суходрюси недостаточно И попытки за этих костер не приносят успеха В конце концов вы осознаете, что больше никто не придет И продолжаете путь Блин Сколько минус? Минус 32 человека Жалко Получен новый титул Темный лорд Грин Убийцы героев Плюс 5 харизм Плюс 1000 крепутаций темных существ Призыв темного региона Минус 1000 крепутаций со светлыми существами Награда за вашу голову увеличена Гастрономическая ценность души увеличена За вашим внутренним органом На черном рынке назначена награда Блин, прикольно Надо, наверное, что-то кроме чая пить Чтобы награду сняли, да? Мы доходим до еще одного божественного камня Блин Вот Воу-воу-воу-воу Прикольно Вы проходите около божьего камня Дандра Похоже, что из-за сурового климата Скала раскололась на части Которые удерживают лишь глубокие снежные заносы Интересно то, что когда вы стоите между камнями Ветер стихает Но когда отходите Он начинает дуть с прежней силой На самом деле Вот эти вот камни Мне бы очень хотелось Чтобы в реальном мире существовало Что-то подобное монументально То есть какой-то такой вот Единственное, что я знаю Это высеченного в скале Будды Там гигантские абсолютно есть статуи Будды Несколько сотен метров А вот такие расписные булыжники Пару десятков высотой Я не знаю, что бы были Мне кажется, что Стоунхендж и статуи Муаи Я напился колы и вместо крови у меня течет сахар и кофеин Я тебя поздравляю А твое сердце нет Возможно, нам стоит заночивать здесь, говорит Ивер, который, кажется, заметил то же самое Вокруг столько снега, не думаю, что драги найдут нас Давайте переночуем Вы обходите лагерь, прежде чем устроиться на отдых Вдоль каждой пряди массивной бороды Дандра высечена своя частица истории Вы верьте головой, читая ее Блин, ребят, ну слишком громкая музыка Раньше такого не было Давайте я почише чуть-чуть ее сделаю Я сам себя даже не слышу Хотя моя ткачиха была первой среди творцов Вскоре она нашла себе коллегу Дандра, олицетворявшего ее идеалы в мужском облике Дандр взял нескольких ее созданий Наделил их бородами И открыл первый барбершоп викингов И открыл им тайны кузнечного дела Хотя многие с благодарностью вспоминают его Лишь за то, что он научил их веселым песням и играм Когда караван разбивает лагерь Вы замечаете группу мальчишек, взрудившихся вокруг чего-то Они показывают вам коробку для пожертвований Вырезанную в самом божьем камне Коробка представляет собой сложную конструкцию Из взаимосвязанных граней Которые перемещаются при соприкосновении Мы не можем открыть ее Говорят они вам Она словно головоломка Давайте попробуем открыть Дети по очереди возят с головоломкой и дают советы Когда наступает ваш черед Хотя открыть ее так и не удается В конце концов они уходят спать Оставив только вас и пару упорных мальчишек Продолжать разгадывать головоломку Трудно сказать, как долго вы возитесь с гладкими гранями головоломки Но когда люди начинают вылезать с палатки Вы понимаете, что дело плохо Вы истощены после долгой бессонной ночи Самое плохое в том, что коробка остается запертой Вы устало ковыляете рядом с уходящим караваном Тюблен А это думал я умный Ух ты, мы выходим из снега Это что-то новенькое Унар Странный старик с кожаным обручем на голове говорит Если я что-то знаю лучше женщины-бодовухи То это... Он улыбается Ничего Но я знаю, когда людям нужна помощь Просто позволь старому Унару немного все улучшить И не задавай вопросов Что, ко мне подкатывает что ли? Ах ты, старый Отправим тебя к Сане на перевоспитание Мы были бы признательны за любую помощь О, да, мы признательны Тем вечером... Мурта, здорово! Как там игра? Тем вечером Унар прочищает глотку И громко читает сказ о путешественниках Который заканчивается следующими словами Война и смерть идут за ними Но свет надежды в их сердцах Пьодолели все невзгоды Ведь голова есть на плечах Так, странная поэма, но караван рад смене темпа Унар кланяется и возвращается помогать поварам Ужин выдался сытнее, чем когда-либо И странное дело Повозки с провизией кажутся еще более полными Чем раньше Вы ищите Унара, чтобы поблагодарить его Но он исчез Кажись, кажется, это непростой дедок-то был Плюс 20 припасов Офигеть Да, это явно был непростой дед Похоже, один из богов Не иначе Идя, ко мне его Не староват? Не? Вдали вы видите Хауксторб Который дымится, как пепелище от костра Даже на таком расстоянии можно различить Ковыляющие между домов черные фигуры Похоже, город заброшен Замечает Ивер Подтверждаю ваши мысли Обычно в таких местах есть выжившие Напоминает вам Одлайф Давайте проверим Я надеюсь, что другие сделают для меня то же самое Нам не привыкать драться с драгами Ивер хмыкает, но больше ничего не говорит Кроме того, это может сбить громоглаза с нашего следа Вы начинаете суточный переход до Хауксторба Ну-ка Не, я знаю, что там Оладушек вчера катком прошелся По двум девушкам Может сказать, раздел их до... И оставил без... Ну ладно Ну, в общем, ты понял Едва войдя в городок Вы понимаете, что совершили ошибку Весь город усеян трупами Через несколько секунд драги набрасываются на вас Со всех сторон, словно вы разворошили осиное гнездо Вы хватаетесь за оружие Блин Вот и помогай Вот и надейся на то, что каза-то живой есть После таких вот вещей Славы нет, поэтому Сожратвой беда Ну и так же, как и С прокачкой Так что пошли так драться А, там у нас женщина-стрелок же была Ну ладно Жаль, что игра была не на раздевание Вот, кстати, идея для пряничного королевства Ксаны Как проводить игры Нифига, я поборолась еще Ну... Аладушка... Ты, по-моему, только раззадорила Аладушка таким образом Тебе не кажется? Так, так, так Не-е-е-е Отдыхай А этот как? Блин, он дойдет А я не хочу, чтобы он доходил Аладушка имба Он же Вилвар инфой наполняет Ну да, он не контрится Бэнк Блин Я запер вот Я запер Ивара Твою-то мать Он будет бесполезный теперь Ты как будто знаешь Ты как будто дядя Че-то знаешь Ну ладно Ну-а-а-а-а Надо снимать броню челу А то это вообще ни в какие ворота Ну, пожалуйста Отдыхай уж Дядь Нормально Чаще щитовики-то, кстати Не так уж много урона наносят Поэтому их бояться особо не надо Я почти уверен, что он сюда припрется О, нормально Нормально И все-таки По диагонали сейчас это не ударят Вообще Ни разу Да, к сожалению Не ударят Ну и что я там у вас не видел А ты куда-то смотрел? Блин, зацепило таки Ой, еще одного зацепили Не, очень хорошо принимаем бой Так вот он начинает колдовать Это не круто Блин, ну ты вот как знал, чувак, куда идти Молодец Так держать Молодец Субтитры сделал DimaTorzok Мочи Мочи Че, ты призвал кого-то? Блин, он призвал кого-то Я совсем забыл, что он призывает, если честно Ну ладно И с этим тоже справимся, я думаю Молодец 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добиваем, добиваем, но подходим пока что, правда Не сказать, что мы добиваем Эх, не угадали в этот раз Мы, конечно, могли выбрать, кого прокачивать, но да пофиг У нас вроде и так все неплохо раскачаны В этом городе не было никого, кроме призраков И теперь к ним добавились трупы драков Когда вы собирались уходить Вам на глаза попадается старик Тихо сидящий в ветхом торговом павильоне Перед ним лежит парочка предметов Он что-то напивает себе под нос Как будто ничего не происходит Кажется, он в состоянии шока Уходя, люди берут его с собой Так, мадам, здравствуйте Не помню, общались ли мы раньше Меня зовут Нит Тебя зовут Рук, я знаю Вообще-то мы путешествуем вместе уже давно Разве не странно, насколько близко Можно находиться с людьми и при этом не знать их Каждый день я вижу в караване людей Которых готов поклясться никогда раньше не видел Я хотел поблагодарить тебя Ну, что разрешил мне присоединиться к вам Ты давно так хорошо стреляешь? Честно? Я никогда даже не пыталась Пока Адлэйф не заставила меня Я всю жизнь провела за шитьем и стиркой Адлэйф весьма искусно Но я не думаю, что это все ее рук дело Это хорошее ощущение Я просто смотрю, куда я хочу попасть В любом случае, мне уже лучше Караван, люди, которые каждый день Какие-то заботы, проблемы Иногда невзгоды их просто доканывают Я рада, что кому-то чем-то Я рада, что могу кому-то чем-то помочь Откуда ты? Кажется, ты не из Скорга Я знаю большинство людей оттуда Нет У меня был дом в Фроствельдре Но мы были вынуждены бежать Когда стали появляться драги Мой муж погиб, защищая наш дом Меня с сыновьями вышвырнули в чистое поле Извини Люди Экила убили моего мужа Когда мы уходили, я была в гневе Поэтому именно мне пришлось Почему именно мне пришлось покидать мой дом? За что мне все это? Вы отводите взгляд Не знаю, что сказать Но я отпустила гнев У меня трое сыновей И я не хочу, чтобы они выросли с ненавистью в сердцах Вот почему я хотел поблагодарить тебя Вы думаете, что ответите Ну, пожалуй Вот она такая душу изливает Такая спасибо Вот такая судьба Она такой Стоит, стоит, рук переминается Знаешь, табычка Я, пожалуй, пойду отсюда Да, мне надо Не думай об этом У каждого из нас своя забота Блин, по-моему, она обиделась Если она так говорит Типа, забей Не думай Все, мы ее обидели Если понадобится что-то подстрелить Только скажи Или я подстрелю тебя Да, да, все Она железная обиделась А возвращается в свою палатку Где ее ждут сыновья Так, а что там старик-то продавал? Ну, еще немного провизия У нас ее вроде хватает Кольцо Наймеса Здесь две силы воли За одно Отражение Два силы Нафиг На хаус троп забиваем Мы вот сюда должны были В обход идти И, скорее всего, мы встретили бы там драгов Кто-то боюрует провизию из повозок Говорит вам, обеспокоенная женщина Сама я их вчера посчитала Так и есть Если так пойдет дальше Мы скоро начнем голодать Разместить часовых Спросить ли я не видел ли я ничего-нибудь Объявить, что если пропажа провизии будет продолжаться Пайки будут урезаны Скажи мне, если увидишь это снова Блин Кто предотвратить кражи Вы скрытно ставите верных стражников повозок Вы слышите, как некоторые обсуждают Вселение охраны Но никто особо не беспокоится Блин, надо отдыхать Что-то у нас ужасное настроение Я прозевал Ладно, у этого камня передохнем Караван устраивается на долгожданный отдых Под сенью божьего камня Ингрид Богиня знаний Ивер прогоняет несколько детей От одинокого трупа дракского прачника Лежащего у подножия камня Стоит ли нам беспокоиться об этом? Спрашиваете вы, ивера указывая на тело драка Не думаю, отвечает он Но на всякий случай отправить несколько воинов И смотреть окрестности Час за часом проходит без происшествий Смотреть божий камень На поверхности камня высочены древние руны Они вам не знакомы, но Эйвент говорит Что некоторым ткачам удалось расшифровать их Так ткачи выучили язык богов За высоким камнем начинается длинная гряда Исписанных каменных блоков Спускающихся к самому подножию холма Эйвент говорит, что эти надписи странным образом Меняются в зависимости от того, кто их читает Обычно в них излагается история богов Но содержание может поменяться на любую тему К сожалению, Эйвент не знает, как их прочитать Юнона могла бы, говорит он Собрать пожитки и двигаться дальше Ну я бы с радостью, но я бы на самом деле А вот, отправляясь в дорогу, вы слышите Крики, наносящиеся от божьего камня Те же самые мальчишки, которые ранее интересовались мертвым благом Кричат и указывают на что-то руками На секунду окажется, удрак ожил Но зачем вы видите, что они развернули сверток Который был в его руках Подожди, говорит Ивер Преградив вам дорогу рукой Не нужно, чтобы люди видели Уведи их прочь Холдок пробегает по вашей спине А Летта проталкивается мимо вас И застывает в ужасе Стой, кричит Ивер Но любопытные уже успели увидеть Что там происходит? Забудь На земле перед мертвым прачником Копошится маленькая каменная фигурка Ее руки что-то и ищут Это Ребенок Это драг Женщина Мы убивали женщин Мы все это время убивали Женщин и детей Оставив их умирать В войне Сражаются только мужчины Мы дрались с этими драгами Всю дорогу Почему нас атакуют Женщины с детьми на спине? Они не наступают Они бегут Все резко останавливаются Весь караван собрался вокруг На перекошенных лицах Вы видите Отвращение И ужас Когда я говорил с Юноной Она сказала О приближении чего-то Она этого не знала Тьма Что-то черное накрывает мир И драги бегут от него Так же как мы бежим от них Змеи землетрясений Это лишь начало конца Ивер Ты знал? Почему? Почему ты ничего не сказал? Ивер В молодости Я убил Одного из сундров Во время второй Великой войны Мы называли его Рейзом Каждый раз Когда мы отстраивали Нашу оборону Он рушил ее И снова отбрасывал нас Я потерял Остальных варлов И посреди густой метели Наткнулся на Рейза Он был Точнее Она была одна Она Кормила Дитя Я бросил Топор Его отклонило Ветром И ее сын Умер у нее На руках Она выглядела Так жалко Стоя на коленях В снегу Она даже Не пыталась Остановить меня Когда я Отрубил ей голову Вот так Я убил Сундра Когда я пришел В Грофхайм Варлы хотели Сделать меня Кендром Следующим В очереди на трон Я ушел И шел Пока не очутился В Скогре И никто не знал О том Что я сделал Слышится лишь Ветер Шумящий в деревьях Долгое время Все молчат Пока крик ребенка Не нарушает тишину Что нам делать С ребенком Спрашивает она Комок встает у вас В горле Когда вы смотрите На маленькое Обсидиановое существо Копошащееся перед вами Наставить на том Чтобы взять его с собой Наставить на том Чтобы бросить его Вы сдерживаться от решения Блин Я только учу Что мы когда-то С драгами помиримся Если честно Бросать его Ну как-то По правилам Военных действий Женщины и дети Не Ну и в принципе Не участвующие В боевых действиях Не должны подвергаться Каким-либо Ну истязанием Пытком И так далее Понятное дело Что это хрен Где соблюдается В наши дни Но Взять с собой Он беженец Так Вы спорите Призывая к состраданию Гуманности Некоторые женщины Из каравана Неохотно соглашаются Взять младенца Драгов На попечение В то время Как другие Яростно протестуют Вскоре К вам подходит Одна из женщин Вот крепление От его пеленок Говорит она Подавая вам булавку Явно Не драгского происхождения Вам бросается в глаза Слово Выгравированное На серебре Стойкость Я знаю Это послание Самой богини Говорит вам Женщина Нам бы отдохнуть Блин Фиг знает Может и зря Конечно взяли Слушайте А почему мы Не вот тут прошли Я думал Что Мы пойдем По этой вот дороге А мы в итоге Какой-то крюк Дали в итоге Мы же хотели Напрямую пройти Что за фигня Или вы хотите Сказать Что когда мы Проиграли тот бой То нас Автоматически Развернуло назад Странно Похоже Без поражения Надо было идти Ну ладно Надо отдохнуть Пока Оксан Геродос Геродос Историй Еще писал Уходящие Из крепости Мужики Показывая Причиндалы Кричал Кричали Было бы Не понял Безнадега Ну ладно Ааа Понял Понял тебя Все Перечитал Про себя И понял Вы совершаете Привычный Обход Когда Замечаете Собравшись И горячо Спорщик Между собой Варлом Ивер Идет К ним Вместе Убин Тебе Что Кажется Интереснее Заснуть И окочуриться В трактире Или Пасть В сражении С Сундром Мне Интереснее Вообще Не умирать Даже Не знаю Почему Ты Беспокоишься Время Великих Войн Я Сто Раз Это Делал Взять Несколько Воинов И ринуться В гущу Драгов Заставить Их Преследовать Уйти В холмы И запутать След Когда Ты сотни раз Дурил Драгов Ими Уже Командовал Громоглаз Ты Слышал Про то Случ Когда Я метнул Топор В голову Громоглаз Варла Прекращает Спор Когда Замечает Вас Что Происходит Осторожней Друг Мой Тут В воздухе Летает Много Старых Историй Это Если Что Два Самых Старых Варла Из Оставшихся Войны Поговаривают Что У нас На хвосте Слишком Много Драгов Громоглаз Догоняет Нас Этот Умник Считает Что Может Просто Побежать И увезти Их С нашего Следа Как Насчет Благодарности Думал Ты Обрадуешься Тому Что Стал Самым Старлом Варлом На земле Убин Смерть Нож Су Варлов Меня Не Обрадует Кром Кроме Того Я Не Уверен Что Ты Действительно Старше Меня Где же Тут Старое Соперничество Подобные Слова Напоминают Мне Что Я И так Потратил Слишком Много Времени Впустую Старое Время Я Уже Был На Пол Пути К Поле Боя К Слову Ты Идешь Ингвар Ты Мог Попросить Громоглас Вернуть Тебе Руку Я Так Не Думаю Сейчас У меня Нет Настроения Ну Хорошо Я Скажу Хартборгу Что Ты Передаешь Привет Забрав Много Опытных Варлов Воинов Крумор Отправился Отправляться В сторону Огромной Армии Драгов 39 Варлов Мы потели Охренеть Он Вернется Раньше Всегда Возвращался В этот Раз У меня Другое Предчувствие Эх Жалко Вороватые Ублюдки Слышите Вы Просыпаясь Часовой Сообщает Вам Что Преступники Из Небольшой Группы Ранее Вступивший Караван Убежали С Крупными Запасами Провизии Пока Все Спали Какого Черта Мы Их Вообще Взяли В Караван Блин У нас Вообще Армии Не Осталось Варлы Свалили Бойцы Часть Рассеялась Еще что Но Зато Мы Добрались До Неверующие Идите Сюда Раздается Чей-то Рык Крумор С группой Воинов Вырывается Из Зарослей Не Ждали Встречайте Непобедимый Варл Караван Радостно Приветствует Благополучное Возвращение Крумора Твой план Сработал Спрашивает Убин Сработал Спыркает Крумор Конечно Он Сработал Драги Не Изменились Пройдет День А может И два Прежде чем Они Собственно Задницу Али Смогут Утаскать А если Ты решишь Извиниться Я расскажу Как Нашел Это Говорит Крумор Бросай Вам Пару Кожных Перчаток Которые Выглядят Достаточно Большими Для Варла Он Наклоняется Близко И шепчет Чтобы Не Слышал Убин Это Связано С Косынкой И Вороньем Гнездом Получен Предмет Рука Дундра Не знаю Что Это Но Посмотрим Да У нас Пошел Голод Но К счастью Мы В Сутках Пути Приближаясь К Сигархольму Мы ждем Самого Худшего Когда-то Мирное Озеро Окружающее Город Теперь Выглядит Как Опрокинутая Чаша Прекрасные Тома Тонут В грязной Воде На что Превратился Остальной Мир По ту Сторону Гор Но По крайней мере Город Цел Одна Катастрофа За другой Говорит Отлейф Когда Вы Входите В Сигархольм Похоже Что Город Погружается В озеро Горжане Косятся На вас Из темных Окон И Самодельных Лачуг Громоздящихся Выше По холму Нет Говорит Эйвен С диким Выражением Лица Где она Он бежит Вперед Карва Наглядывая Озеро Юноны Здесь нет И в голову Закрадутся Мысли Что вам Тоже Здесь Не рады О том Чтобы подниматься Вверх по реке Не может быть И речи Пляж Полностью Пуст Не считая Редко Разбросанных Островов Рыбацких Остов Рыбацких Лод Вы неохотно Разбираете Разбиваете Лагерь В тонущем Городе Я хочу Узнать Лишь то Сколько Ты готов Ждать Обходя Карвану Случайно Тыкаетесь На спорящих Одлейф И Эйвинда Столько Сколько Придется Я думаю Мы должны Уходить Отсюда Мне не нравится Это место Почему Что не так Что-то здесь Не так Местные Глядят На нас Как стервятники В пустошах Прости Эйвинд Я думаю Что Одлейф Права Я видел Человека Пока мы Разбивали Лагерь Он Пристально Смотрел На меня Он Смотрел Очень странно А если Драги Нас здесь Нагонят Тогда Что Юнона Придет Просто Подождем Еще немного Рук Послушай меня Я хочу Чтобы ты Мне доверился Мы же Сейчас Можем уйти Вообще Я бы А Тут Очень тяжко Все с провизией Но все равно Немного провизии Мы закупим Также поговорим Давайте Ну да Геймплей Очень неспешный Ты сильно Беспокоишься За нее Что А За Юнону Беспокоюсь Слабо сказано Если она Не найдет Нас Здесь Или Что-то Случилось С ней Ты веришь Что ты Видел Реальное Может Это был Сон Или Что-то Еще Ты был Сильно Истощен Я Я не знаю Честно говоря Я больше Не уверен Все Как В тумане Не говорит Другим Что я Сказал Придется Надеяться Что это Был Не просто Сон Каково Это Быть Ткачем Стать Ткачем Кажется Я никогда Об этом Не думал Это Просто Часть Меня В самой Моей Юности Они знали Что я Вступлю В орден Можно Сказать Это Наследственное Моей Мать И отец Оба Были Ткачами Теперь Они Принимают Многих Людей Строителей И лекарей Они Все Умеют Призывать Молнию С неба Нет Это Ненормально Вот Одна из Причин Нашего Знакомства С Юноной Она Член Совета Она Научила Меня Контролировать Это Так Чтобы Мы Не напугали Людей Не пойму Как Конкретно Вы Сплетаете Заклинание Ну Самая Сложная Часть Обычно В том Чтобы Разглядеть Нити Все Является Частью Гибелиена Который Состоит Из Нити Сплетенных Вместе Если Ты Видишь Нити Ты Можешь Манипулировать Ими Я Не знаю Как Это Объяснить Честно Представь Что Ты Играешь На Арфе С Невидимыми Струнами К Примеру Взгляни На Мой Посох Некоторые Ткачи Вырезают Искусные Узоры На Дереве Чтобы Запомнить Формы Как Я и Сказал Трудно Объяснить Почему Громоглаз Все еще Идет За нами Я Видел Как Горел Гровхайм В взгляде Эйвинда Появляется Мечтательное Выражение Сундры Прошлись По нему Словно Буря И Варлы Падали Тысячами Большинство Сундров Покинуло Город И направилось На юг Кто Знает Где Они Сейчас Возможно Уничтожают Окрестные Города Или Направляются В сторону Арберранга Громоглаз Остался В Гровхайме Видимо Чтобы Вдоволь Покуражиться Когда мы Бежали Вейнард Офт Мне пришло В голову Что он Хочет Стереть Варлов С лица Земли Но Затем Он Бросился За нами Возможно Он Знал Что Это Ивер Убил Рейза Может Быть Но Я Давай Лучше Следить Чтобы Он Нас Не догнал Думаешь Наступает Конец Света Я Я Я не знаю Что думать Я Хотел Бы Дать Ответ Получше Даже Если Мы Спасемся От Драгов Змей Сказал Что На Наш Мир Наступает Тьма И Я Не знаю Как Долго Это Займет И Что Это Вообще Значит Я Просто Пытаюсь Решать Проблему Поочередно Ткачи Находится В Варберанге Если Мы Сможем Найти Корабли И Добраться До Столицы У Будет Шанс Вы Думаете Что Сказать Ну Ладно В принципе Сказать Это Больше И Нечего Очень Странная История Нет Все Нормально Рук Я Оценю Возможность Поговорить Хорошо Возвращаться На землю Я Потратил Весь День Думая О Змеях И Сундрах Я Думаю Что Многие Люди Напуганы Боятся Меня Не Беспокойся Перемешки Без Спешки На Смысл Жизни Спасибо Большое Безнадега Не Беспокойся Ничего Нового К этому Я привык Может Однажды Мы поговорим О чем Нибудь Что Не Имеет Отношения К Концу Света Меня Небось Подписчики Проклянут Если Я Подряд Еще Третью И вторую И третью Часть Пойду Стримить А потом Еще И Как Там Спин-офф Называется От Других Разработчиков Эши Савгатц Или Как То Так Че У нас По Всяким Ништякам Перчатки Миф Гласит Что Богу Дундру Бла 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 Вот Это Вот Мы Можем Так Дать Это Что Отражение Одной Силы Серебряный Борж Брош Что Еще У нас Есть По Могу Что Еще Нет О Слушайте У нас же Могун Остался В живых Некому Некому Проклинать Будет Да 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 Нас Так Единственный В чате Мне показывает У нас Сейчас Так Ладно Выходим Рук Пожалуйста Подожди Хорошо Еще Совсем Немного Вы Говорите Элина Что Останетесь Еще Недолго Но вы уже Сами Не уверены Сколько Готовы Ждать Кажется Потерянный День Все Усложняется Ситуация Точнее Мы же Можем Просто Ждать Между Домами Завязалась Драка Воры Кричит Один из Ваших Людей Группа Незнакомцев Убегает От вашего Лагеря Одлов Уже Бежит След за Ними Они Забрали Нашу Провизию Просится За ворами Узнать У местных Жителей Кто это Выберешься На пляж Увидите Несколько Человек Ожидающих Вас Происходит Обмен Краткими Фразами На тему Того Кто Украл Провизию Вы не Видите Кто Первым Выхватывает Оружие Но Разговор Моментально Прекращается Ладно Драться Так Драться Зря Ребят Ой Зря Зря Давайте Нит Посмотрим Что Сможет Какой У нее Есть Навык Стреляет Дальше Обычных Лучников Кроме того Стрела Всегда Попадает В цель Способность Хищная Птица Позволяет Наносить Удар По Воинам Прежде Чем Они Подойдут Достаточно Близко Для Атаки А Также Используется Пассивную Способность Пробой Против Большего Количества Врагов За счет Увеличения Зоны Поражения Блин Она Походу Прикольная О Мех Паника Здорово Не Ну Варл Это Конечно Имба Так Много Щетовиков Не Ну Тут Я Не думаю Что Будет Что Сложное Блин Как же Они Классно Стоят Вот Бы Туда Шаровую Молнию Запульнуть Но Скорее Всего Это Не Получится Сделать Слышал Шутку Про Е4 Что Там Можно Грабить Караваны И Нагибать Домиками Они Таки Выпустили Ее Типа Я Джваго Дождал Эту Игру Активно Война Сила Воли Че Ладно Так Ну-ка Пожалуйста Блин Не достреливаем Только до этого Давай попробуем Блэд Я по своему попал Нормально Красиво Что ты делаешь Грин Ну вот они Шпарят Это Да ладно, ты обошел, дядя. Да ладно, дядя. Да ладно, дядя. Это тоже неплохо звучит. Но ты знала, куда приперлась. Да ладно, Адлэйв тоже пока. Да ладно, отдыхай. Поли колхозников, волю, волю. Смотри, над тебе дубиной. Здорово, правда? Да ладно. Так, сейчас смотрите красиво как будет. Та-дам! Триполки! 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 Шикарно! Триполки! 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 глаз и тут все хорош доела метр закупаемся так система и сей ой слушай я никого не развожу и и море не раздвигаю я просто сижу и жду нормально все так рук пожалуйста подожди рассказал что будет здесь она нам нужна виде что он боится уходить слов блин ну я не знаю про сколько мы тут должны сидеть и ждать ее уже по-моему дней 20 тут тусим дать до 30 все чувак нас еда кончается верен она догонит нас и задумчиво смотрит на озеро и ничего не говорит у нас проблемы говорит и вер вся дальнейшая местность затоплена можем попробовать пойти по заболоченному участку но это займет много времени можем пытаться переправить караван по воде но повозки могут перевернуться или утонуть или мы можем просто пойти в обход но я не знаю что сколько времени это займет так но а если местным предложить местные становится гораздо более сгорчим когда вы умеряете свою год гордость и предлагаете еду за помощь переправить через реку они одолжит вам небольшие рыбацкие лодки и показывает наиболее подходящие для переправа место вы отплываете от берега надеясь что удача вас не покинет несмотря на вашу убедительность или как вы подозреваете благодаря ей жители стигерхольма не пытаются предпринять ничего коварного они перевозят вас своих небольших суденышках на другую сторону озера за несколько поездок получив от вас щедрый запас еды они отправляются назад в свой город работая веслами вы надеетесь что вам удалось оторваться от громогласа которым придется вести свою армию через болото пешим ходом ну да это мне кажется был лучший вариант плохо что у нас опять жратвы на два дня всего опять голодать будем учет у нас караван совсем вкусом стал посмотрите на это то есть вообще где люди где что-то не то вообще куда мы идем зачем мы идем смотрите кричит разведчик впереди какой-то гигантский зал он пуст вы приближаетесь к зданию но крушающего символа вам не знаком стены кажется неустойчивы наконец-то поспим под крышей краем ух слышите вы несколько дней несколько семей начинают распаковывать пожитки не будем пускать никого внутрь пока не убедитесь что там безопасно покинули не просто так уходим отсюда искать улики того почему здание было заброшено у людей наверняка была серьезная причина уйти отсюда говорить вы своим людям но через несколько утомительных часов поисков вы не находите ответа с идеей я считаю с недовольствием в пустую потраченными время давайте рискнем с возрастами одобрения люди бросаются внутрь здания варла опирается на одну из колонн она трясется после чего часть массивной крыши рую рушится погребая под собой несколько человек чаще зал если завалы слишком глубоких чтобы извлечь их тела и вы с отращением покидаете здание прекрасно нам стало меньше кормить ртов и и и просто никого не осталось all forever young здорово не знаю если можно найти худший тра и на ю тубе вы мне скажите и на твиче и вообще где-нибудь. Просто народ дохнет пачками. У нас осталось, блин, 30 воинов. Сдавленные крики женщины не вызвали лишнего беспокойства и знали, что остается лишь чуть подождать. Рано восхищен увидеть первые признаки новой жизни за все путешествия. Поздравить новых родителей лично. Вы незаметно пробираетесь к палатке семьи сквозь толпы ликующих людей. Вы произносите свои самые искренние поздравления родителям, ответив, каким сильным выглядит мальчик. Мать рыдает, а отец непрерывно благодарит вас. Так. Еще немного славы, блин, а... Где мы вообще? Давайте, карта. Мы, короче, в боя... Вот нам бы до Рейнивика добраться там, пополнить запасы провизии. Где? А, вот город, кстати. Возможно, это он и есть. Еще минус. Бойцов все, не осталось. Люди поумирали. Ура. Еда. Рынок, пожалуйста, скажите, что тут есть рынок. Ура! Тут есть рынок. Местные селяне совершенно не позревают в надвигающейся катастрофе. Мы видели лишь какие-то темные фигуры. Далеко на склонах гор, говорят они нам. Не считая нескольких молодых семей, люди не горят желанием уходить с вами. Так. Просто на все. Мне надоело голодать. Лучше пусть у меня будет... Армия вроде достаточно сильная, а вот это... Не очень. Так, отдыхаем. И уходим. Все-таки куда мы топаем? Ну, типа, куда-то подальше, это понятно. Неужели до арберранга? Снова пропали припасы, говорит вам женщина у повозки. И вот, гляди, следы. Здесь они выглядят как детские, но мы с мужем пошли по ним и забрели далеко в глушь. Они встречаются со следами взрослых. Бог знает сколько их. Собрать и допросить детей. Надо спросить родителей об их детях. Вы тихо обходите карман, спрашивая родителей, где их дети. Некоторые дают точные сведения, другие нет. Но никто не знает ничего о пропавшей проезде. Все обещают тщательно следить за своими. Скорее всего, это пришлые. Наверное, детей надо было расспросить. Дети-то в курсе, если бы там кто-то новый из детей бы появился. Группа широкоплечих мужчин в грубых плачах приближается к Варвану. Это могут быть бандиты! Слышите вы, чьи-то слова и эту новость быстро разносит по лагерю. Один из незнакомцев говорит «У нас кончилась еда! Не откажи нам в помощи!» Его холодный взгляд абсолютно непроницаем. «Сражайтесь за нас и зарабатывайте свою еду!» Мужчины выглядят удивлены таким предложением. Немного думая, они вступают в ваш караван и начинают делиться рассказами и выпивками. К сожалению, меньше чем через сутки обнаружите, что они исчезли, а вместе с ними пропала крупная часть провианта. Блин. Че-то я лошара какой-то. М-м-м-м-да. Ничему-то тебя жизнь не учит. Да я добрый. Наверное, надо было их послать, конечно, к чертовой матери, но я добрый. У нас все равно еды полно еще. С другой стороны, мы слабо не зарабатываем нигде, так что непонятно, когда мы новую добудем. Приближается величественный божий камень Бьёвульфа. Суровый образ бога рождает в вас ощущение, что он наблюдает за вами даже сейчас. Караван расходится шире, радуясь выходу из дремучего леса и открытому полю. Честу я Бьёвульфа, некоторые караванщики откупоривают бочонки с медовухой и вином, прежде чем кто-либо успевает остановить их. За единственного бога, который не подведет, кричали они. Все выпивают и вы радуете веселье охватившему караван. Давайте посмотрим, что там происходит. Мы поднимаем взгляд на божий камень. Голова Бьёвульфа окружена изображениями бочонков и рогов для питья, хотя его всегда изображают суровым. Бьёвульф один из самых популярных богов среди варлов и людей. Именно он научил их варить в медовуху. По странному совпадению, обширные поля вокруг камня Бьёвульфа идеально подходят для выращивания всех ингредиентов алкогольных напитков. Присоединитесь к величекам? Да давайте, че уж там. Мы когда-нибудь пили в медовуху? Вы принимаете предложенную медовуху и наслаждаетесь приятным моментом впервые за долгое время с тех пор, как покинули скобор. Несмотря на все насущные заботы, вам удается ненадолго отвлечься от происходящего. При прошествии дня караван наконец-то готов продолжить путь. День, проведенный у камня Бьёвульфа одно из немногих воспоминаний, которое не мрачено невезением, думаете вы. Медовуха неплоха. В КБ, кстати, есть. Я на Алтае пробовал. Тоже было прикольно. Не знаю, насколько она прям настоящая, но интересный у нее вкус. Я немного друзьям, родственникам привез. Народу прям понравилось. разведчик возвращается с почти замерзшим ребенком. Я чуть не наступил на нее в снегу. Кажется, она от чего-то бежала. Говорит он. Ее бледная кожа покрыта синими пятнами, словно грудь слегка поднимается и опускается. Даже вести ее в таком состоянии опасно. Она может умереть, говорила женщина. Оставаться здесь тоже может быть опасно. Продолжай движение, пусть лекари позаботятся о ней. Бойцы осматриваются по сторонам в поисках безопасности, а караван движется в путь. Лекарь растирают руки и ноги под изъялом, но безрезультатно. Через час один легор приближается к вам с слезами на глазах. Он ничего не говорит, а лишь трясет головой. Наверное, там все-таки были какие-то преследователи. Рейник скорее скопление крестьянских домов, чем настоящий город. Хотя, судя по пустым полям и бродящим по ним одиночным драгом, никакими крестьянами здесь и не пахнет. Я так и не понимаю, как устроены эти драги. Есть у них иерархи и так далее. Рейнивик тянется мимо вас длинной вереницей ферм, заброшенных и кишащих драгами. Скорее всего, фермеры уже бежали в Берстгард. Вы пытаетесь проскочить незамеченными, но неудачными. Драги начинают двигаться в ваше направление. Что это? Указывает Адлейф на один из длинных домов. Вдали вы видите крупного человека, одежда которого кажется заляпанной кровью. Он идет, спотыкаясь и изрыгая громкие проклятия. Затем, разразившись смехом, он вваливается в длинный дом. Направлявшиеся к вам драги поворачивают назад и начинают с ревом стучать по двери длинного дома. Кажется, они жажутся вести счеты именно с этой личностью. Дверь долго не продержится, думаете вы. Ну-ка, давайте придем на помощь. Я об этом уже жалею, но возможно стоит что-то предпринять, говорите вы. Остальные соглашаются, но все равно то, что это рискованно для всех. Пока вы осторожно разломать дверь и ворваться внутрь. Эй! Кричит Варл в красной одежде поверх Дэлд Драгон. Вы прошли весь этот путь только ради меня? Цель потому, как легко вращает свой огромный меч, кажется, что он нисколько не боится драгов. Так, Сигбьерн. О, слушай, классный какой парень. Просто давайте, давайте, конечно же, Ивара, нашего любимого. Нит, 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 нит. без нит. Так, странно, откуда у нее плюс урона. Так, Рюк, Эйвент и Гунальф. Мы готовы к бою. Здрасте, здрасте. Цифры, здорово. Что интереснее, эта игра или твои стримы по ней? Мне лично интересно стримить. То есть, я не знаю, играл ли я, играл ли бы я в нее без стрима, потому что я бы тогда, наверное, часто отвлекался, тут я как бы вроде и не один, поэтому можно и позалипать. Так, какое у тебя умение есть, дядь? Ага, понятно. Понимаю. О, это мой шанс, это мой шанс, ура, товарищи. А, блин, это рук пока ходит. Ладно, забили. Вот да, я тоже хочу, я очень хочу цепную молнию сейчас прожать, сейчас я это и сделаю. По-троим просто она сразу должна пойти. спустись. Ох, неплохо. Ну, там люди, кстати. Так что этот варн не единственный тут. так. Так. спустись. Ага. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И давай бьем сюда Жалко Не добьем Ну хоть этим добьем Он-то у нас главный герой помирать не должен Так что тоже пусть прокачивается Добро пожаловать в дом, в мой трактир Дом медовухи Сигбьорна Не ожидал увидеть Варла так далеко на юге И таким пьяным Я это вижу В трактире есть люди Забившись по углам они выглядят Глядят на вас с беспокойством Кто все эти... Кто вы такие? Это друзья! Они построили это место! Но вообще-то не мое Ты заманил Драга в комнату полной безоружных людей? Да что с тобой? Доброй! Я всех здесь спас! Они угощают неплохой выпивкой! Лучший напиток! Эй! Я из вас спас ваше заднице! Припоминайте, а? Если вы знали То, что собираясь сюда Вы могли бы меня предупредить Что будем делать с этим парнем? Голос нами Горожане показывают вам огромную груду бочек Наполненных качественной медовухой И помогают дотащить их до каравана Я скучаю по этому месту Добрые воспоминания Вы грузите бочонки медовухи на тачке И везете их назад к каравану В сопровождении Сибьерна и спасенных людей Направляясь в сторону Барстгарда Караван описывает широкий круг Вокруг неистового варва Как я не понял, мы его забрали или нет С собой? По идее мы должны были его забрать А еще мне интересно Будут ли в конце игры Показаны наши решения Ох, шо ж я наделал Сибьерн просыпается в луже собственной блевотины Жму вокруг Харлыки В пьяном угаре он заснул прямо на земле А по утру его встречает расплата в виде тяжелого похмелья Помочь ему оклематься Ваши люди неохотно предлагают с солнечным варлу еду и питье Когда ему предлагают слабую медовуху, он отталкивает ее И вообще заберите это от меня Говорит он, протягивая вам массивный питьевой рог В конце концов, Сибьерн приходит к вам Не буду вдаваться в подробности Говорит он Но я должен был довезти бочки из Рейнивика в Берсгард Из них я выпил, ну, половину Случайно Я о чем? Вы не говорите никому, что произошло И я никому не скажу о медовухе, которая вам досталась Хорошо? Поверь, никто не узнает Вы соглашаетесь и продолжайте путешествовать Получим привет благословения Бьявульфа Не, ну, пятиуровневый воин варла Это классное приобретение Так что, чем нет Из каравана исчез мальчик Вместе с ним недосчитались несколько тюков провизии Младший брат мальчик начинает всклипивать Какие-то люди в лесу заставили нас это сделать Сказали, что мы должны отдать им еду, иначе убьют И мы должны молчать Мой блядь пошел туда Смотреть, боевой отряд Ну и а группами с разных сторон Распоряжаетесь вы Отряд уходит, а вы пытаетесь успокоить родителей Позже воин возвращается с тела мальчика, все в крови Мы их прикончили, говорит лучник Но они смогли спасти мальчика Какой есть безнадега Какой есть? Дядя, дядя блядь дадега ругается А я не хочу Может быть Может быть у меня практики мало Детским голецом говорить Я вообще не уверен, что это детский Стойте! Кричит решительный голос откуда-то спереди Окружающее место внезапно оживает Вооруженные воины окружают караван Не будем проливать кровь Говорит главарь Оставьте парочку повозок и притворитесь, что вы нас не видели Немедленно атаковать Прежде чем успевать, закончив разу, вы выхватываете оружие и бросаетесь в атаку Пошел ты! Еду он хочет забрать у нас Так, мы можем качнуть его? О, да, мы можем его качнуть Вполне Так Стойте, послышал строгий голос дагестанского мальчика Так, ладно Что я хочу? Я хочу заменить все-таки на Одлейф Мне как-то больше Одлейф по душе С ее ловушкой и дополнительным дамагом А Нида, она как-то ни туда, ни сюда Женщина, вам не повезло Вы первые на отлете Пока Так Там броня работает Не, надо этого Горячить в первую очередь Так Продолжение следует... Так... Это удачно парень зашел. Блин, чё ж ты такая бризорукая эта, дама? Ладно. 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 Заколебали. Всё, просто режем всех, кто нашу еду... Позарится. Когда расступаются крутые утёсы, перед вами открывается Берсгард. Город контрастов, город богатых и бедных, город возможностей и шансов. Наша надежда на спасение и наша могила. Или наша могила.